Приветствую на моем канале! Продолжаем тему фортов Варшавской крепости. Вторая линия обороны, форт 11А, он же Грохов 2, Грохов Малый. Из ориентиров у нас есть границы улица Вспольня Дрога Грохов, улица Шассеров, вот это она, в том направлении. Также улица Скляных Домов, она находится на севере, в том направлении. И улица Гарвалинская, она у нас находится где-то на западе. Вот этот район, насколько я понимаю, называют Ощерли Млодых. Этот район начали строить в 1957 году, и насколько я понимаю, именно где-то в этом году были уничтожены последние следы этого форта. Скорее всего, его следы нам нужно искать в районе перекрестка с Гарвалинской. На том месте есть парк. В отличие от предыдущего форта, этот имеет небольшие размеры. Если форт Грохов у нас был в районе 25 гектаров, насколько я помню, то этот совсем имел небольшие размеры. Приблизительно его расстояние должно было быть в районе 250 метров на 100 метров. Согласно карте 1914 года, вот этот форт, он находится, скажем так, чуть восточней изгиба дороги Гроховская. Насколько я понимаю, вот это она на сегодняшний день. Может быть ошибаюсь, может быть она уже проходит где-то выше, где-то ниже, может быть где-то здесь. Железная дорога на данный момент здесь имеет много ответвлений, повороты. Из описания у нас есть парк имени Йозефа Полинского. Вот он находится впереди нас. Улица Горвалинская в том направлении. И улица Шоссеров уходит в ту сторону. Военное медицинское какое-то заведение находится за этим забором. Этот форт имел конструкцию, как и еще 5 где-то аналогичных. Достаточно старый клён на территории парка. Остальные деревья относительно молодые. Форт был построен с 1891 по 1892 год. Поскольку его размеры невелики, это все успевали делать в пределах одного года. Он должен был иметь водный ров, наполненный водой и также насыпи по периметру. На его территории должно было быть как бы два бетонных укрытия. Бункер или что-то наподобие того. Вот смотрите, на территории этого парка есть вот такая гора. Такой холм. Если присмотреться, нам здесь в любом основании встречаются как раз такие вот обломочки. Может быть это просто как бы строительный мусор гораздо новее. Со всего района сюда свезенный. Но попадается нам все-таки красный кирпич. Вот такой. Существует еще одна фотография, вот согласно которой возможно вот эта улица Гроховская. Вывод, если конечно эта фотография достоверная, что вот эта часть парка, допустим, была низиной и где-то здесь у нас вот так по округам шел ров. Улица Порохова или как-то так она называется, находится где-то в этом районе. Сейчас мы ее тоже попробуем найти. Тогда по такой логике вторая часть, северная часть форта заходит на территорию вот этого военного медицинского учреждения. Это или госпиталь, или что-то с этим связано. Мы туда тоже подойдем. Он находится по ту сторону дороги. Возможно, там тоже есть какой-то остаток рельефа. Ну, указывается, что уже все настолько сровнено с землей, что воды, по идее, нигде мы не найдем. К описанию этого парка мы находимся сейчас вот в этом районе. Вот эта гора. Вот улица Порохова. Не знаю, почему ее называют как бы единственным воспоминанием об этом форте. Есть какой-то старый конструктор с кирпича. Странный райончик. Здесь, получается, много бездомных людей. Почему-то встречается. Это старое здание, восстановленное. Старый дом. За ним еще старая стена. Скорее всего, что-то типа того, как я вам только что показывал. Перекресток Порохова затрачено. Возвращаемся чуть выше. Вроде как все подряд. И шлифованные камни, и старый кирпич. Повернул на улицу Низинная, или как-то так она называется. В том направлении она снова придет нас к парку. Сейчас это я вам покажу как бы направление на север. Вот эти блоки. Шестиугольные. Здесь белье. Может быть, здесь живут тоже. Вот такие как бы голубятни какие-то. Примыкая тоже к этому парку. Идем чуть севернее. Переходим дорогу. Как вы видите, на территории вот этого военного института медицинского сразу в глаза бросается арка в здании. И то, что вправо идет как бы возвышение такое заметное. Метра, наверное, на три, на четыре. Здесь у нас тупик. Но у меня задача показать не знание, а то, что здесь у нас идет как бы такая мизина. В этой местности я был левее отсюда. И там такого как бы нет. Вот сейчас там вдалеке, возможно, видите машину полиции. За ней компания каких-то местных аборигенов. Ну и их полиция сейчас проверяет. Мне получилось так, что встретился один из них. Но он сейчас не в этой компании, но их товарищ тоже. Спросил, чем может мне помочь. Я говорю, что ищу как бы вот остатки форта, так и сяк. Типа, что возможно где-то есть остатки бункера. А он говорит, что здесь точно остатков никаких бункера нет. Ну вот территория этого медицинского института. Здесь все как бы ровно. Никаких больше возвышений, каких-то таких неровностей я не наблюдаю. Вот этот снимок был сделан после Второй мировой войны. Возможно, вот эта часть, это как раз и есть наш парк. Гарвалинска. Перекресток шкаляных домов идет в ту сторону. Вот такие же домики, как я вам показывал. А вот эта вся территория, это у нас как сады. Какую-то такую цеху, у которого уже одна стена рушится. Далее идет железная дорога. Туалет. То, что нужно. 31 января 1909 года порт подлежал ликвидации, согласно указу. Возможно, летом 13-го частично он был уничтожен. Но во время Второй мировой войны, вот на снимках после Второй мировой войны, видны еще вот эти остатки водоемов. На первом этапе, вот в 13-м году, говорится, что вроде как были уничтожены вот эти бетонные укрытия. И часть рва была засыпана. И осталось то, что вот можно увидеть на старых фотографиях с 45-го года. Задачей этого форта была контроль железной дороги. Горевшая крыша, но здесь похоже, кто-то или живет, или сделал себе склад. Вот здесь гаражи с краю, да, а далее идут сады. В улице Шкляных домов. В основном трехэтажная застройка. Какой-то такой немножко стремный, честно говоря, район. Давайте еще, наверное, пройдусь как-нибудь по диагонали через дворы. Где-то вот здесь сейчас мы находимся в низине, которая была, допустим, ну вот этой северной частью рва. Здесь была вода. Может быть, и так, что где-то вот здесь, в принципе, шла какая-то низина. Здесь когда выравнивалось, что-то, или какие-то неровности, какие-то холмы находились в этом участке. Здесь специально такое возвышение никто делать не будет, чтобы вот усложнить рельеф, да, там, чтобы вот так строить дома, какие-то лишние лестницы и тому подобное. Там низина и железная дорога. Посмотрите, как здесь оно поворачивает. Просто вот так в кустах спрятанный прокатный велосипед. Еще пару шагов от на территории садика мы видим холм. Ну, теоретически здесь там может быть, допустим, это где-то вот эта часть вдалеке. Каждый из таких холмов может оказаться остатками уничтоженного бункера. С той остановки я начинал свою запись. Теперь мы находимся снова на перекрестке с полно-дрога и шоттеров. Последний сектор. В 57-м году все-таки с вот этими застройками сравняли с землей все, что можно было. Вот перекресток, а вот камень. Уже третий, наверное, или четвертый человек подходил, просил день. Перекресток с полно-дрогой Осовска. Фрагмент бетона мы находили в том краю. Перекресток Осовска и Дашовска. Я слева увидел еще какую-то насыпь в футбольное поле. Вполне вероятно, конечно же, что эта насыпь сделана для того, чтобы выровнять поверхность под футбольное поле. Как и в некоторых других случаях, вполне вероятно, что это так. Но поскольку мы находимся в пределах обозначенного периметра, но это, можно сказать, уже, наверное, чуть южнее обозначенного периметра, то стоит присматриваться к таким объектам тоже. Вернулись на перекресток, снова идем западней и чуть севернее я проверю еще одну улицу. С территории госпиталя взлетел вертолет только что. Итак, мы находимся на перекрестке Гарвалинская-6 и вот это Осовская. Костел. Еще такой новострой на небольшом холме с паркингом. Ну, вот здесь такая низина, но очень вероятно, что это все искусственно уже создано строителями. Похоже, люди собираются на вечернюю службу. Ну, вот еще такое возвышение. Можно заметить с обратной стороны. Еще возвышение. Вот такой холм. На этом все. Спасибо за внимание. Если вам интересна эта тема, посмотрите сюжеты о фортах с самого начала были интересные. В том числе очень много целых фортов. Поддержите канал лайком и следите за новыми сериями. Мы идем дальше по нумерации. Вторая линия, внешняя линия обороны Варшавской крепости. Еще одно очень старое здание. Закрыто на реконструкции.